Водопроводные трубы – неотъемлемая составляющая практически любого строения. На смену железным и чугунным изделиям уже давно пришли современные полипропиленовые аналоги. Первый на островах завод по производству этих изделий завершает обкатку оборудования. Сразу после этого предприятие выйдет на производственную мощность. Сегодня мы тестируем, начинаем начало обкатки линии по производству спинного полиэтилена. Как ранее говорил, это жгут уплотнительный и трубная изоляция. Производство мы планируем заработать на полную мощность в августе-сентябре этого года. Для этого нам необходимо будет увеличить штат сотрудников, потому что работа производства подразумевает собой круглосуточную. Линия по изготовлению утеплителя и других изделий из пенопропилена может дать сбой из-за особенностей сырья или климатических условий. Прежде чем выполнять заказы, необходимо отладить работу системы. Конечная стоимость продукта будет на треть дешевле импортных аналогов. Смотрим на оцепенивание, то есть получить надо максимально оцепениванный материал. Сколько внутри температуры градусов? 200 градусов. Вот это бракованные изделия, так скажем. Все обратно в переработку. Вторичное будет. Ну когда примерно планируете уже закончить обнадку? В осени на полный объем. Предприятие построено на частные деньги. На сегодняшний день вложено более 150 миллионов рублей. Инвесторы из другого региона привлекли меры поддержки бизнеса на островах, Чтобы снизить уровень административных барьеров, в области созданы специальные площадки. Центр «Мой бизнес» и сервис «Бизнес Сахалин онлайн». Оказывается, финансовая помощь для подобных стартапов. Эти практики планируют использовать и в других регионах. Наша задача, вот мы на смарт-теку, агентство собирает со всех регионов лучшие практики. Ее смотрят эксперты. Эксперты в этой области, различные НКО, люди, которые входят в советы, органы какие-то при правительстве. И они оценивают, насколько эта практика может работать в том или ином регионе. И у нас достаточно уже много практик поступило в Сахалинской области, именно в социальной части. В Сахалинский бизнес стали больше вкладывать. В этом году регион попал в первую тридцатку национального рейтинга. Статистика ведется по нескольким критериям. Основные – это развитие и поддержка предпринимателей. Владимир Ильин, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ.